Представитель инициативной группы Буркова, ветеран борьбы с застройщиками, Людмила Дёмин. Здравствуйте, меня зовут Людмила Ворнова. Я не просто ветеран против застройки, я вообще ветеран в этом городе. Моя семья живет здесь примерно с 12 века. Это выяснено и доказано. Это специально для Копцика говорю. Так вот, господин Копцик подписал застройку Бурковских полей. Бурковские поля были внесены в зону рекреационную Лосиного острова. На них нельзя ничего строить, кроме дач. Можно было построить дачный поселок. Значит, сейчас там, я не знаю сколько тысяч там будет, вот сейчас несколько домов у нас уже в Бурково не плюнуть. Вот просто. Значит, на берегу я живу, вот мой дом стоит на берегу. Это бывшее селище Бурково. Оно даже обозначено на наших картах. Значит, вот рядом со мной и течёт наша река. Вы сами знаете, где на нашей реке можно отдохнуть. Ну-ка, вспомните. Единственное место. Шапкин мост. Чёрт-те что там. Сейчас да. Помойка со всех сторон. Это точно. В Бурково, как и во всём городе, помойки уже не убирают. Нас берут на измор, очевидно. Значит, дальше. Вот эти вот все несколько домов уже застроенных. С Бурковского поля, театральный парк. Когда мы боролись ещё, мы спросили у застройщиков, а в чём театральный парк? Да тут у вас артисты. Наверное, я артистка. Ну, я литератор, я не артистка. Но у нас больше нет артистов. Поэтов много, и писателей есть. Места красивые. Ну, в общем, что там от них останется, сами понимаете. У нас ещё единственное место, около старенького мостика, где можно купаться. Ну, сами понимаете, что там творится. Шашлыки. Это значит, надо с утра до вечера вызывать МЧС, как нам советуют пожарники. Ну, ладно, даже об этом не буду говорить. Это я закрою. Значит, что поимело Бурково? Бурковские поля. Их больше нет. Они нам не принадлежат. А что, простите, она в чём в этой стране принадлежит? Земля и её недра принадлежат народу. Это наша земля. Руки прочь от нашей земли. Мы против такой застройки. Нам не надо, чтобы мы стали спальным районом Москвы. Тихая станция Валентиновка, где я всю жизнь, я работала в Москве 50 лет, я тихо, спокойно садилась на электричку и тихо, спокойно приезжала. Ну, пойди ты сейчас, сядьте в электричку, в часы пик. В Болжо, подлипках, вообще отас, всё. А в Валентиновке тоже не сядешь. Нам это нужно? Нет. Далее. В деревне Бурково, когда она была деревней, у нас было всё своё. Когда-то дачники, в 13-м году, это были, знаете, какие дачники? Рихтеры. Фамилии такие были, да? Помните, такие фамилии. Коровины. Поэт Валерий Брюсов. Они в Бурково все жили, летом на даче. Они построили нам, ну, деревни Бурково, тамошнюю, построили школу деревянную. Эта школа стала церковно-приходской. Потом, когда советская власть наступила, это уже было правление колхоза, потом это стал клуб и так далее. Библиотека существовала с тех времён, это дачники первые книги в эту библиотеку вложили. Так вот, ещё месяца не прошло, снесли они этот клуб. Мы за него боролись и Путину писали неоднократно и доказывали без всякого основания. Путин что говорил? Несколько раз. Храните старые клубы. Зачем вам их трогать? Они сейчас скажут, что это была рухлядь. Неправда. Он бы ещё сто лет простоял. Клуб. Далее. У нас было футбольное поле. Сейчас там стоит в СССР водозаборный узел для микрорайона Театральный парк. Когда его планировали, всё было нарисовано там. Водозаборный узел был в пределах Театрального парка. Что вы лезете в нашу деревню? Приезжал копцык, стоял, клялся и не раз. И в клуб приезжал, и слово давал. У нас все документально засвидетели. У нас всё заснято. Теперь хоть краснеете, хоть бледнеете, мы вам не доверяем никого в администрации. АПЛОДИСМЕНТЫ Наш президент говорит, что Копцык, что Копцык, что Копцык, что Копцык, что Копцык подписал застройку бурковских полей. Ходорев лег в больницу. Вот так. Значит, далее. Как у нас сказал наш президент, спорт в каждый двор. Кому мешало бурковское поле? Нет, ну ладно, ну не поле, поляна наша, футбольное поле. Мы, кстати, там поставили памятник погибшим. Его перенесли просто, ну, просто драка была. Его перенесли как захотели, хотя обещали, что не будут. Вот. Слушайте, вот сегодня праздник. Сегодня день крещения Руси. Кстати, вас поздравляю, уважаемые сограждане и христиане. Так вот, мы на своем поле поставили поклонный крест. Его первый раз, как только начали строительство, его сломали, обгадили, просто, извините, описали. Вот натурально. Мы его подняли. Мы его поставили на место. Этот крест до сих пор есть в интерактивных картах. Теперь его по-тихому убрали. Вот где он? Нам ответы прокуратуры не дает. Вы понимаете, это оскорбление чувств верующих. Как это вообще назвать? Что это за отношение к своему народу? Да я голосовать за них не буду. Никогда. Значит, я заканчиваю. Спасибо вам. Я призываю вас всех объединяться. Мы уже давно боремся и не часто приходит много людей на митинги. Приходите, проявляйте инициативу, иначе всех сожрут. За вас. Спасибо. Спасибо.